Компания Google довольно предсказуема, когда дело доходит до выпуска флагманов Pixel. Ее флагманские телефоны почти всегда дебютируют в октябре. Мы ожидаем, что компания Google не изменит свои традиции и назначит запуск Pixel 6 на начало октября. Одним из самых больших вопросов, стоящих перед Google, будет вопрос о том, какой процессор использовать в следующем флагмане. Около года назад появились слухи о том, что Google разрабатывает собственный чипсет с помощью Samsung. А теперь новый отчет от 9 to 5 Google утверждает, что эти чипы Whitechapel готовы к использованию в телефонах Google, которые выйдут этой осенью. Это означает, что в Pixel 6 будет использоваться чипсет, разработанный Google, так же как Apple разрабатывает свои собственные чипы для линейки iPhone. Переход на собственные чипы станет большим шагом для Google. К тому же линейка Pixel всегда имела хорошую репутацию благодаря отличной камере. Новые утечки утверждают, что на задней панели базового Pixel 6 будет две камеры, а на Pixel 6 Pro – три. По слухам, Pixel 6 Pro получит большое обновление основного сенсора до 50 мегапикселей. Он будет располагаться рядом с ультраширокоугольным и 8-мегапиксельным перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим зумом. Google заявляет, что она работает с экспертами по изображениям, чтобы ее камеры делали более точные фотографии людей цветом кожи. Это означает корректировку автоматического баланса белого для предотвращения чрезмерного осветления темных оттенков кожи. Google не боялся изобретать новый облик линейки Pixel на протяжении всех ее итераций, поэтому Pixel 6 может выглядеть заметно иначе по сравнению со своими предшественниками. Мощные массивы камер похожи в моде в наши дни, поэтому мы не ожидаем, что Google попытается уменьшить вырез камеры. Передняя панель телефона полностью состоит из экрана с вырезом по центру для камеры селфи. На рендерах также виден встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Переходя к задней панели, можно увидеть полосу по всей ширине телефона для модуля камеры с третичным акцентным цветом над ней. Также были представлены основные размеры AMOLED дисплея в серии Pixel 6. Меньшая модель имеет размер 6,4 дюйма и плоские края, а большая – 6,7 дюйма и изогнутые края. Обе модели будут скрывать под собой датчик отпечатков пальцев, а фирменный задний сканер Pixel будет убран. В последнее время частота обновления дисплея стала одним из основных факторов, влияющих на экраны смартфонов, и Google намерена оставаться частью этой тенденции с Pixel 6. Предварительная версия для разработчиков ОС Android 12, которая должна выйти в этом году и которую Pixel 6 почти гарантированно будет использовать, дала нам несколько подсказок о том, какие еще функции может предложить дисплей. Аутентификация по лицу, похоже, вернется. После включения в Pixel 4, а затем отказа от нее в Pixel 5, она станет желанным дополнением и составит конкуренцию системе Face ID от Apple. Однако, учитывая, что на передней панели Pixel 6 установлена только одна камера, система распознавания лиц может быть простой и незащищенной, как во многих телефонах Android. Это удобно, но не так безопасно, как использование отпечатка пальца. Продолжение следует...